привет ребята с вами Игорь и канал jc бизнес вот видели ракету тут проезжаем парк в днх видели вот ракета и вот памятник там мужчина женщина с серпами молотом стоит вот и постоянно проезжаю вот это место и вспоминаю как я жил у бабушки еще мне было 5 там 10 лет и так далее у бабушки но это было далеко далеко от москвы москве еще не был еще был маленький даже если был то как бы это ну короче не видела этого ничего вот и у бабушки был такой светильник красный может кто помнит кто в возрасте там или тоже бабушки как я там и так далее светильник был такой красный и блестящая ракета вверху я вот думал и еще был серпи молот что-то вот это это блин такая штука еще думал светильник ракета взлетает как бы это и так далее но прошло время я приезжаю в москву смотрю вот точно такой же памятник и светильник сделан сто процентов из этих вещей еще союзный там и так далее при союзе я думаю много было таких памятник один а много таких светильников ладно это все воспоминания это сегодня поговорим на тему на тему такая краткая тема но она думаю полезна для людей кто хочет начинать и вот грузоперевозки кто хочет начинать грузоперевозки только в этих грузоперевозках есть два направления два направления так что вы просто имели ввиду это я думаю вот эта информация должна четко отразиться вашем понимании куда вы по какой вы дороге пойдете вот первый путь первый путь он довольно легкий то что там работать физически там ездить там переключать эти передачи там чуть ли не жить в этой машине это что там что там это действия одинаковые но факт в самом то ли это у вас работу вы то ли ищите работу то ли вы занимаетесь как бы работаете на себя на себя работать на себя это заниматься каким-то предпринимательством то есть делать какие-то предпринимательские шаги действия в развитии своего типа проекта или замысла или своей там мечты там идеи и все остальное то есть заниматься бизнесом то есть вот это все переходит работать на себя то есть ты занимаешься бизнесом то ли сказать в двух словах это работа либо бизнес то есть что ты выбираешь что ли ты занимаешься бизнесом то ли ты ищешь работу в чем сути в чем разница тут тонкость в том чтобы если кто хочет бизнес и представляет под себя это все по-другому то как бы но будет делать потом терять Потом опять делать, потом опять терять И так далее А если ты ищешь работу Работу тоже можно потерять Нашел другую Или вернулся обратно на эту же работу И все остальное В чем разница Если ты ищешь работу На свою машину Ты сам ездишь, сам себе ищешь Но ты не предприниматель Ты работник Например у меня работают водители Они же не бизнесмены Они работают у меня Хотя они работают на своих машинах И они тоже искали Нашли меня и работают у меня Также например и вы Вы можете найти работу Например грубо говоря В Яндекс Позвонили в Яндекс Или там что-то Оформились в Яндексе Как эта процедура Я точно не знаю Оформились в Яндексе Скачали там какое-то приложение И получаете заказы Выполняете эти заказы Яндекс вам платит Согласно своим тарифам И все Но вы это не бизнесмен Почему? Потому что Там Потому что Давайте так же АТ Нужна вам работа Открыли АТ Нашли заказ Отвезли Завтра нужна работа Опять открыли АТ Отвезли Не нужна работа Не открываете Также в Яндексе Включили Там как-то вышли на линию Поработали Сошли с линии Не работаете Вот Вот вся процедура То есть Нужно Пошел Не нужно Не пошел И как бы Ну там Заболел Например Или что-то это Ну не ищешь В АТ Заказы Не берешь Не едешь Например Не выходишь На линию В Яндексе Лежишь там Больной Или просто В отпуск уехал На море уехал И так далее Не выходишь на линию Приехал Через 2 недели Вышел на линию Опять получил Какие-то заказы Отвез Получил какие-то деньги Но это Вот работа То есть В принципе Какой-то ответственности Тут нету То есть Ни за что Вы не несете Что такое бизнес Пускай будет Может это В Яндексе Начало То есть Начало Всем я рекомендую Что Зарегистрироваться Там Чтобы получить Изначальную Какую-то работу Чтобы были Какие-то изначальные Деньги А в этот момент Вы развиваете Своё Нарабатываете Вы каким-то образом Клиентов Рекламой Может быть Там У Яндекса Кого-то увели Там В АТ Какой-то Нашелся Постоянный Клиент Там Нарабатываете Вы клиентов После этого После этого Вы за этого Клиента Как бы Отвечаете То есть Вы отвечаете За поставку Ему Автотранспорта То есть Болейте Вы В отпуск Уезжаете Или что Вы не можете Уже У вас уже Есть Какие-то Обязательства Вы уже Не можете Выключить Телефон И на две Недели Пропасть Уехать Там В другую Страну Там Не знаю Там В Турцию На море Например Или еще Куда То есть Вот в чем Разница То есть Это уже Вечная Или Это постоянная Проблема На тот Период Которые Которые Вы будете Заниматься Будете Заниматься Всю жизнь Значит Всю жизнь У вас Будут Вот эти Клиенты За которых Которые Вы обязаны Предоставлять Транспорт Который Будет Выполнять Их Задачи Вот 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 Это Такой Маленький Нюанс В работе И в бизнесе То есть Работу Вы нашли Там Нашли Диспетчера Поработали Какое-то Время Как у меня Позвонили Ой Игорь Я уезжаю Там на две Недели На море Меня не будет А Ну Хорошо Уезжай Он уехал Мы работаем Без него Он приехал Я приехал Хорошо И Вошел Опять В работу И дальше Работает То есть Это не бизнес Это Работа Вот А бизнес Это Вот Как например У меня Я Болею Здоров Или мне нужен Какой-то Место меня Помощник Если я куда-то Отлучаюсь И так далее Который Будет Постоянно На контроле Постоянно Принимать Заказы Постоянно Давать машины Сам ехать Там Давать машины Искать машины И так далее То есть Постоянно Будет На связи То есть Телефоны Которые у вас Есть Например На сайте Там Где-то Это Они Постоянно Активные Постоянно Готовы К приему Любого Звонка И в любое Время То есть Вот это Все Вот Вот Создается Бизнес То есть Создаешь Какую-то Базу Клиентов Берешь Ответственность За Свои Услуги Которые Ты Выполняешь Плюс Еще Говорю Что Ну Так же Там Нюансы И все Остальное Так В принципе Если так Подумать А хули Там Он ездит За рулем И я Езжу За рулем Это одно И то же Мы все Занимаемся Грузоперевозками Да Грузоперевозками Мы занимаемся Все Но кто-то Работает А кто-то Занимается Бизнесом Вот в чем Разница В таком Случае То есть Что такое Бизнес И Что такое Работа Это две Разные Вещи Особенно В Ответственности В ответственности И в самой работе Может быть оно И одинаково На этом все Спасибо за лайк И подписку Увидимся в следующих видео Всем всего хорошего До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok